постоянное. Ну да, вот порядок цены. Давайте, может быть, назовем некую минимальный бюджет, связанный с веб-анализом, и некий средний бюджет, который существует в вашей компании. Про бюджеты я не буду особо много говорить, потому что я не тот человек, который за продажи отвечает. Но стоит услуга по настройке счетчика примерно 30 тысяч рублей. Еще один вопрос. Можно ли сказать, скажем так, есть ли смысл заниматься веб-аналитикой сайта, у которого количество уникальных посетителей, например, 200 человек в день? Или это вообще независимые друг от друга цифры? Артем, можно я напомню, немного переформулирую вопрос, от какой посещаемости сайта это следует заниматься веб-аналитикой? Да, я понял вопрос. Какая должна быть посещаемость сайта, чтобы начать вкладывать деньги, в общем-то немаленькие деньги в веб-аналитику? Для каждого сайта, в общем-то, это индивидуально. Но у нас были случаи, когда мы клиентам просто говорили, что вам это не надо, но зачем у вас посещаемость 100 человек? Ну, вы сейчас вложите там 200 тысяч в исследование, в модернизацию сайта, оно вам там окупаться будет неизвестно сколько. Вот вы к нам приходите, когда у вас будет 10 тысяч человек, тогда вам там за неделю это все окупится. Ну, как бы это условно так. На самом деле, как бы разные цифры могут быть. Для некоторых сайтов это может быть недорогое, если это... То есть оно там действительно будет 1030 стоить, и тогда там даже с трафиком, ну, 100-200 человек, оно может окупиться за несколько недель или за несколько месяцев. Ну, если мы там количество заявок повысим там в два раза, процент конверсии повысим там в два-три раза за счет того, что мы найдем слабые места сайта, это действительно окупится. А некоторые могут решить, что нет, но если они там продают, там, не знаю, на несколько, какой-нибудь интернет-магазин на пару тысяч рублей там продает в месяц, ну, конечно, им неэффективно будет. Вот Кирилл Андрейц и опять Симьярославль. Напомню, Mazda, но Suzuki, официальный дилер, и вообще занимаемся автомобилями. Вопрос, наверное, извечный у всех рекламодателей и у всех, кто вообще за аналитикой веб следит и кто в Google Analytics работает. Какой показатель отказов считается нормальным в среднем? И как-то связано ли это с телефоном на главной странице? То есть вот такой... Часто, наверное, вам задают это. Ну, на самом деле, не особо часто задают. С телефоном я вообще понятия не имею, как это связано может быть. Ну, то есть как отказы могут быть с телефоном? Мне, допустим, сегодня вечером нужно срочно купить там проектор, да? Я набираю проектор купить Ярославль, вижу телефон, никуда больше не прихожу, закрываю сайт, звоню, еду, покупаю, все. Этот сайт Google Analytics оценил меня как пестителя, как в показатель отказов он мне занес. Я вам больше скажу. Если у вас нормально настроены контактные данные, то вы в Яндексе наберете там, что вы хотите купить, у вас сразу покажет за телефон, вы даже на сайт не зайдете. Собственно, вы не станете отказами. Но если уж вы зашли на сайт, да, и вы действительно увидели сразу то, что вам надо, вы ушли потом с этого сайта. Вот пример, который я показывал с сайтом Союза композиторов. Там тоже почти все уходили. Мы не знали почему, мы думали, что это плохо. Оказалось, что люди находят там нужную информацию, и, в общем-то, это нормально. То есть для каждого сайта это индивидуально. Если вы уверены, что люди должны ходить куда-то дальше, а не уходить с главной страницы, вы можете это как-то проверить. Нет, не опускают поисковики ниже. Показатели отказов, ну, мы обычно сравниваем, там на каком-то слайде было показано, мы сравниваем средний по сайту. То есть справа там были зелененькие цифры, это выше среднего по сайту, слева там красненькие цифры ниже среднего по сайту. Вот мы смотрим, если там на 5-10% ниже среднего, это нормально как бы. Если там 70-80% зашкаливает, то с такими страницами надо работать. Кирилл, у меня вопрос, как у большинства профессиональный. Компания производит лакокрашенные материалы. Одна из торговых марок, торговая марка Bright, является премиальной. То есть одной из самых дорогих на полке. Собственно, но качество продукции, соответствует многим другим аналогам. В настоящее время известность марки очень низкая, и сайт торговой марки только-только еще появляется в интернете. То есть в самое ближайшее время появится. Вопрос заключается в следующем. Каким образом можно сайт лакокрашенной компании, оценить его эффективность сайта? То есть не имея интернет-магазина, вот мы создаем сайт, мы смотрим, как люди путешествуют по этому сайту. А каким образом мы можем оценить, насколько это повлияло на конечные продажи? Спасибо. Ну, прежде всего, на сайте, наверное, есть у вас телефон, с которого люди звонят и что-то заказывают. Этот телефон может быть уникальным. Ну, то есть телефон, который размещен только на вашем сайте. Соответственно, это уже какой-то показатель эффективности работы вашего сайта. Ну, в том плане, что заказывают ли что-то именно с сайта. Конкретно по каким-то рекламным кампаниям? Ну, можно также людям, которые приходят из контекстной рекламы, показывать один телефон. Людям, которые приходят из поискового трафика, показывать другой телефон. Это уже как бы больше на вашей стороне должно отслеживаться. Просто там менеджеры спрашивают, откуда вы там о нас узнали. Но я не совсем понял ваш вопрос. Вы хотите узнать, как вам продавать на сайте дорогую марку красок? Или что? Насколько эффективно она будет продаваться? Вообще, насколько эффективна присутствие в интернете и каким образом вообще можно оценить влияние? Потому что мы говорим, да, с темой сегодняшней встречи, эффективность сайта, да, как инструмента для увеличения продаж. Вы говорите, что у вас кампания занимается веб-аналитикой. И, собственно, наверное, какие-то у вас есть механизмы, какие-то оценки того, насколько эффективна вообще присутствие в интернете? Ну, ладно. В двух словах, понимаете, это как бы не сказать. Конкретная эффективность есть. То есть в чем-то она выражается. Например, вам должны позвонить, а вас должны написать где-то на форумах. Ваш пост в Твиттере должны залайкать, я не знаю, заретвитить. Вот какие-то есть конкретные показатели этой эффективности нахождения в интернете. И эти показатели с помощью статистики можно все отслеживать. Их не обязательно какой-то там, ну, допустим, какой-то показатель, мы не знаем, каким он должен быть, но мы его фиксируем, какую-то там цифру 10, вот этот показатель 10, и мы смотрим, дальше он растет или нет. Мы знаем, что он должен расти. Если мы видим в статистике, что со временем этот показатель растет, хорошо. Таких показателей у нас может быть несколько, там, десятки этих показателей могут быть. И на все эти показатели мы обращаем внимание. Каждый показатель там может относиться к эффективности там конкретной какой-то рекламы или там в общем там к работе сайта и так далее. Это все возможно. Спасибо. Пожалуйста. Еще вопросы? Кирилл, Кирилл, пожалуйста. Я тоже немного дополню, Евгения, вот как оценить только один из каналов, допустим, опять же, возвращаясь к Bright, крупная производственная компания Ярославские краски делает эту краску премиум уровня. Она стоит в магазине, в хозяйственных магазинах по всей стране. И по сути цель-то это именно увеличение продаж, увеличение узнаваемости бренда. Можно ли через веб-аналитику как-то отследить, что в магазине в Путаеве продалось на три банки краски больше? Ну, это довольно сложная задача, отслеживать, что там в Путаеве продалось больше. Наверное, нельзя. Ну, то есть, настолько, я думаю, нельзя. Все-таки не настолько совершенно еще система. А просто разделить каналы. Вот столько пришло из интернета, вот столько пришло с наружной рекламы, вот столько пришло с радио, вот столько с телевидением. Да, это возможно, для этого есть довольно много способов. Ну, как бы самые распространенные, это, во-первых, разные телефоны, а во-вторых, это менеджеры, которые спрашивают, откуда вы о нас узнали. Ну, как бы это самое простое, что можно предложить. Ну, и есть еще такие более сложные какие-то приемы. Это, наверное, больше к стратегическому планированию относится, чем к аналитике. То есть, надо спланировать сначала, как вы хотите отслеживать и что вы хотите отслеживать. И потом придумать, каким образом вы это будете делать. Еще один вопрос от человека, который сегодня победит в номинации «Самый активный». Слушай, Андрей Цай. Вы все запомнили эти марки. Мазда, Рено и Сузуки. Да, Кирилл, вопрос такой. Вначале ты сказал, что вы сертифицированное агентство, Google Analytics. Вот два вопроса из этого возникает. «А, чем вы лучше, чем другие агентства, которые консультируют по аналитиксу?» «А». И второй вопрос. Может, какой-то профессиональный секрет свой раскроете, как получить эту сертификацию? Тут сидят представители агентства, им очень интересно, потому что, насколько я знаю, там не так все просто. Ну, чем лучше других, я, наверное, не буду говорить. Это как бы не совсем гаретно. «У вас есть сертификат, чем вы лучше, тем, у кого его нет?» Ну, во-первых, так как мы являемся сертифицированным партнером Google, у нас есть доступ к некоторой информации, которой нету доступа у простых смертных. «А какой?» Ну, это внутренние какие-то документы, скажем так, внутренняя информация компании Google, которая доступна только для сертифицированных партнеров. Большинство информации почти вся на английском. «Я вижу людей с отрубляющимися глазами». Собственно, по поводу получения статуса партнера, ну, это на самом деле написано все на сайте Google, а как это все получить. Ну, то есть там сдаете экзамены на сертификаты, посылаете какие-то им кейсы, общаетесь с всех менеджерами, конечно, все на английском языке, объясняете, что вы отличные специалисты, они зовут вас к себе в офис, там, пообщаться, проверить вас, и дальше выдают вам статус партнера, который вы должны как бы регулярно подтверждать, то есть это не вечно. Наша компания вот недавно проходила переквалификацию, ну, как бы подтверждение статуса там партнера заново. Друзья, есть вопросы к нашему уважаемому захватчику? Друзья, есть вопросы к нашему уважаемому захватчику? Спасибо. 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 Спасибо.